В программе соревнований, как отметили на пресс-конференции, значатся сразу несколько дисциплин. Откроются соревнования с кеатлоном. Это дистанция на 10 километров, из которых 5 спортсмен преодолевает свободным стилем и 5 километров классическим. 13 августа турнир пройдет на Красной Поляне. Затем 15 августа спортсмены будут соревноваться в Олимпийском парке. В Мастарте свободным стилем на дистанции 30 километров. Инфраструктура города Сочи сегодня позволяет проводить практически любые соревнования. Безусловно, это соревнования по лыжи-роллерам. Лыжи-роллеры – это один из видов сегодня соревнований, которые проходят лыжников в горах. И поэтому инфраструктура, которая создана в период Олимпийских игр, она позволяет нам сделать проведение Кубка Чемпионата России как в горном кластере, так и в прибрежном кластере. В администрации города Сочи создан организационный комитет по проведению данных соревнований. Этот организационный комитет определил место проведения, время проведения соревнований, определил ответственный, поставил задачи. И в настоящее время мы понимаем, что все задачи поставлены, решены. И успешно, уверен, что успешно мы начнем и проведем, и завершим соревнования по лыжи-роллерам. Меня удивило такое серьезное отношение. Может быть, Олимпиада, так сказать, дала толщу, потому что ко всем соревнованиям, даже самым маленьким, надо относиться так вот серьезно, с большой отдачей, с энергией, с заинтересованностью. Поэтому, что я могу сказать про Сочи? Сочи – прекрасный город, прекрасные люди и замечательные отношения. 16 августа там же в Олимпийском парке состоятся эстафеты 3 по 6 километров. В заключительный день соревнований 17 числа пройдут квалификационные забеги в спринте на 200 метров и финальные забеги в спринте. Также в рамках чемпионата и первенства России по лыжи-роллерам 16 и 17 августа пройдет открытое первенство Краснодарского окрая среди юношей и девушек.